Ну шо, ребят, всем привет! Снова я, снова вы, видосик по Call of Duty Warzone. Второй сезон у нас уже вышел, а это патч-нот к нему. Сейчас будем разбирать самые главные изменения, шо добавили, шо убрали, шо изменили. Вот, ребят, на ваших экранах официальный Call of Duty партнер. Нас таких на данный момент три человека, как бы я один из них, вот, во всем СНГ пространстве. Вводите тег автора Kaking, вы можете его найти в описании, в закрепленном комментарии, ну и так далее. Буду очень признателен, потому что нам нужно каким-то образом допердеть до MV22, до Warzone 2, вы сами понимаете, как бы целый год еще. Так что вводим тег автора, поехали смотреть, что изменили. Примечание к патчу Call of Duty Warzone Season 2. А вот эту штуку мы уже видели, поэтому мы ее разбирать, собственно, не будем. Введение, давайте, ребята. Call of Duty Warzone 2 Season 2 выходит с новым контентом и улучшениями качества жизни по всем направлениям. Приготовьтесь к тяжелому вооружению и всему следующему. Так, новые возможности игрового процесса. Боевые пассы и бомбы Небула 5 создают новую наступательную тактику. А портативные дезактивационные станции предлагают временное убежище. Угрозы искусственного интеллекта теперь оккупируют кальдеру, предлагая новые возможности для ценной добычи. Кроме того, вы можете подняться в небо на воздушных шарах или... Ну, вообще, всю эту штуку мы уже разбирали. Я уже делал, так скажем, разбор всех вот этих изменений. Новый автомобиль. Бомбардировщик. Ну, это не новый автомобиль, имеется в виду новое средство передвижения. Бомбардировщик. Грозный ударник ласа в воздух, земля, способный уничтожать пехоту и транспортные средства. Бомбардировщик также могут уничтожать сбросы снаряжения, что может коренным образом изменить отношение оперативников к этим мощным источникам оружия. Чего? Вы рофлите? Они могут уничтожать ладауты? Вы чё? Вы чё? Ладно. Новые локации. Исследуйте химический завод и подземные лаборатории. Там столько места на земле! Зачем вы под землю что-то засовываете? Свежие достопримечательности в кальдере здесь, чтобы встряхнуть эти ротации. Солдаты оси патрулируют эти новые районы, разъезжают по всему острову на транспортных средствах. Победите их и получите ценные награды. То есть они буквально как в Фортнайте добавили ботов, чтобы мы их убивали. Окей. Новые режимы. Кальдера Клэш при запуске. Реберс реинфорсит вскоре после этого. Массовые командные бои возвращаются. Ну, в общем, Кальдера Клэш, ребята, это буквально Вердан Скрамбл, или как он там назывался. Это тот самый режим, где вы там 50 на 50 что-то деретесь, убиваете чела, поднимаете с них всякие перки, становитесь там быстрее, видите через стены и так далее. Вот. Обновление качества жизни. Наша философия для второго сезона стоит в том, чтобы продолжить импульс первого сезона. Если честно, первый сезон был так себе. В решении проблем качества жизни, которые каждую секунду влияли на игровой процесс Warzone, мы пересмотрели как новые, так и существующие отзывы, чтобы уточнить детали и улучшить опыт. Это представляет собой продолжение наших целенаправленных усилий по улучшению качества жизни. И во второй половине второго сезона, и далее, будет еще много всего интересного. Я очень надеюсь, потому что еще год до Калавдуттии Warzone 2. Вот. Ладно, режимы это не особо интересно. Боевой пропуск. Так. Два мощных, бесплатных, функциональных оружия. Я очень надеюсь, что они действительно будут функциональными. Первый оператор Йети, Анна Дрейк. Окей. Лениндарный скин в комплекте. Бесплатный с комплектом боевого пропуска. Всего 1300 баллов наложенного платежа. Получите 300 бесплатных очков наложенного платежа. Наложенного платежа. Семь боевого пропуска. А также еще 1000, чтобы разблокировать полный боевой пропуск. Окей. Мероприятие Search and Deploy. Источник производства не было 5. Был идентифицирован. Операторы могут проникать на свой страх и риск. Это событие разделено на несколько этапов, которые пройдут в ближайшие недели. Запуском игроки могут ожидать новый ограниченный по времени режим Кальдера Клэш. Исследуемые точки интереса, включая химическую фабрику и различные подземные лаборатории. Еще раз говорю, зачем подземные лаборатории, если там на земле, блядь, столько места свободного? Вражеские ИИ уничтожают, угрожают защите новых точек интереса. Новые элементы игрового процесса, включая портативную станцию. Так, это мы уже все видели. Так, Кальдера. Двойные зоны. Ящики с бонусными баллами. Зоны силы. 100% шанс, что из-за крови игроков выпадут бонусы. Ну, короче, это буквальный аналог Рамбла. Кому Рамбл нравился, это, кстати, достаточно веселый режим. В нем можно было тренировать стрельбу и прочее. То есть там такие средние дистанции, очень удобно. Так, Железные испытания. Возрождение. Любимый фанатами режим Железные испытания возвращается. Это, если кто не понял, Iron Trials. На этот раз в острове Возрождение. По своей сути, Rebirth Iron Trials это игровой режим Battle Royale. Побеждает последняя команда, оставшаяся в живых. Циркл Коллапс сужает игровую зону, чтобы способствовать сражениям. А те, кто умирает раньше в игре, имеют шанс возродиться. Если они выиграют дуэль в острове Возрождение. Серьезно? Ну, это же не Возрождение. Это же с ГУЛАГом. Фу. Отвратительно. Ну, типа с ГУЛАГом это будет не так интересно. Однако, Iron Trials носит множество фундаментальных изменений в эту традиционную формулу Battle Royale. Все они предназначены для того, чтобы дать игрокам шанс проявить себя как действительно элитных оперативников. О чем мы подробно расскажем в будущих заметках ближе к режиму, который выйдет 3 марта. Это, ребята, через 2 недели. А пока вашему вниманию предлагается краткий обзор награды Визитная карточка. Это, типа, вот такая Визитная карточка будет? Прикольно, слушай. Так, Кальдера Ресургенс. Который мы все любим и знаем. Возвращается в Кальдеру. Теперь с неограниченным доступом ко всем операторам и комплектациям оружия. А, так слушайте, это прикольно. Это, чтобы вы понимали, сейчас была Кальдера Ресургенс Вангуард. Да, там только Вангуард оружие было. То есть это был мини-рояль на Кальдере. Теперь он будет как бы со всем оружием. Это прикольно. Так, изменения в Королевской битве. Так, 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 так. Будут чередоваться ивенты, вертолеты, снабжения, горячая распродажа, побег из тюрьмы. Никакие публичные мероприятия не будут активироваться во время последовательности заполнения. Сложно. Так, ладно, контракты. Контракты, которые будут чередоваться во время матча. Разведка, награда, саморазыскиваю, мусорщик, прогон, снабжение. Добыча, ребаланс экономики, обновление наземного оружия. Это, это, добыча, а че? Так. Извините, не та кнопка. Так. Ресток, кэш-дроп, хэви-вип-н-дроп, ребаланс экономики, гранд-вип-нс-ребаланс, и вичинж. О-о-о-о-о-о-о-о-о, это жесть, ребята, это жесть. Изменения BPL-а. BPL-а удалены с Bystation. Охренеть. Они удалили BPL-а, вообще. BPL-а теперь будут даваться за контракты. Знаете, что это означает? Это означает, что теперь буквально единственное БПЛА, это контракты баунти Вы будете просто бегать по баунти контрактам Так, на карте химический завод Это недавно названный химический завод имеет план аналогичный тому, который он заменил Но с несколькими заметными отличиями, включая вражеских солдат То есть тут у нас будут солдаты теперь, которые защищают объект И ловушку, которую можно устроить центральным зданием Еще есть несколько внутренних помещений для изучения От основного этажа завода до сторожевых башен с впечатляющими видами на объекты его окрестности Река зеленеет, от побочного продукта не было пять, но он совершенно безвреден Да-да, у нас в Ростове так же говорят Там тоже говорят, типа, все, что сливается с завода, вот это, у вас вода красная стала Да, это нормально, типа Вы теперь можете покрасить белые вещи, зато Все нормально Так, подземные лаборатории по исследованию химического оружия Семь исследовательских лабораторий распределены по кальдере и видны в виде нарисованных от руки желтых кружков на тактической карте Но я еще раз говорю, ну нахера, почему их не поставить сверху? Там столько места, столько места Вы видели вообще эти сравнения карт? Типа, просто поставьте их сверху, сделайте это, типа, микробазами такими Зачем это засовывать под землю? Это жестко вообще Так, общее Прежде чем мы углубимся в конкретные дополнения изменений игрового процесса Мы хотим наметить некоторые изменения, которые применяются ко всей игре Повышенные ставки заработка оружия Значит, оружие Vanguard можно сохранить как кастом мод снар... О, наконец-то! Оружие, наконец-то, можно сохранить Были обновлены 5 комплектов снаряжения по умолчанию Это для новичков Количество наличных денег, которые игроки получают за добычу, в целом уменьшилось Ну, это нормально, потому что, если честно, сейчас, типа, с учетом того, что БПЛАшек не будет, тратить деньги будет просто не на что Игра, новые возможности Повторное развертывание шара В общем, это региплой Это буквально вышки из Апекса И вы сможете на них, типа, взлетать Если они будут быстрыми То есть, если ты, такой, прицепился, такой, вжух, вверх улетел Сразу полетел бы Это будет нормально Мы рекомендуем держаться подальше, если вы летите поблизости Чего? Их можно уничтожить или отремонтировать Чего? Их можно уничтожить, но можно и отремонтировать То есть, кто-то их будет разрушать, а тебе, если она понадобится для ротейта Ты, типа, ее можешь отремонтировать Окей Оборонительные угрозы NPC Новые ИИ-юниты, которых можно найти в различных новых местах В том числе, в сторожевых башнях, окружающих, новый химический завод Мне, на самом деле, интересно, как это будет работать Потому что, если они будут жесткими Типа, в Фортнайте они мешают Без прикола В Фортнайте подобные NPC мешают И это очередная тема, о которой я вам говорю Типа, они пытаются сделать Фортнайт для бумеров Вот буквально, это Фортнайт для бумеров Чтобы у вас было здесь чем заняться И вы здесь могли просто бегать по карте И у вас создавалась бы иллюзия того, что что-то происходит постоянно Портативная дезактивационная станция ПДС Станция создает пузырь, пригодного для дыхания воздуха Который находится в газе, который длится 13 секунд Их можно установить на транспортное средство для новых игровых стратегий Ну вот, это первое, что люди придумали Да, типа, это круто Вот это, это круто Дополнительные 13 секунд, это круто Вот эта штука действительно может пригодиться Идем дальше Туманность 5 раунды Ну это не было 5 Имеется ввиду патроны, не было 5 Новые боеприпасы, которые дают возможность игрокам убивать врагов И оставлять после себя небольшое газовое облако Которое можно использовать в любом типом оружии для множества интересных комбинаций Короче, но эти чела с вот этими патронами Его не могут треснуть, если, видимо, не будет газика Потому что он будет как бы в облаке дыма лежать Ядовитого Бронированный конвой Это вот, вот эта тачка новая Бронированные транспортные грузовики, патронирующие кальдеры Представляют собой новую возможность мобильного тайника с добычей Отображаются на тактической карте, когда они активны В общем, из этих Из бойниц челики стреляют по тебе Кидают мины с газом Вот Ломаешь эту штуковину, получаешь лут А бомбы не было 5 Один из самых редких предметов Warzone Это запертый портфель, наполненный смертоносным газом Зарядом взрывчатки Эта бомба взорвется после фиксированного обратного отсчета И не может быть обезврежена или уничтожена Это вам не Counter-Strike, ёпта Его первоначальный взрыв носит большой урон в небольшом радиусе Прежде чем газ распространится наружу Где повредит любому оператору без противогаза Газ задержится на 2 минуты Охренеть Прикиньте, в кастомках кто-то это заюзает Ладно, в кастомках это запретят, как снайперки Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе Так Новая транспортная средства Бомбардировщики Так, общий Оружие, которое появится в кальдере Было скорректировано Наземная добыча Ящик с припасами Наград за контракт Мертвая тишина теперь классифицируется Как легендарная оранжевая добыча Если что, она до этого была фиолетовой И у меня вопрос Она часто выпадала Дропрейд-то увеличили? Типа, или уменьшили? Или что сделали? Обновлено несколько режимов Которые перебалансируют количество И появляющихся наземных трофеев и тайников А также уменьшат размер денежных стопок Добыча в этих... А, это добыча, окей Последний круг режима батарея Теперь гораздо реже заканчивается На пике кальдера Может просто его снести нахер? Так, окей Изменение игрового процесса Помощь в прицеливании Во время оглушения на контроллере Помощь в прицеливании Теперь корректно масштабируется И не вызывает непреднамеренное Увеличение силы помощи В прицеливании Поняли, блядь? Сосать контроллеры Сосать! Понакупили, блядь, геймпадов Чтобы встанье, блядь, убивать челиков Теперь сосать буду Так вот, нахуй Броня Бронепластины теперь будут отдавать приоритет Заполнению одной полной пластины Перед заполнением частично поврежденных И вот это Это просто имба И вот это Это джва года Джва года ждал эту херню То есть вот сейчас представьте Вы, допустим Бежите Вам сбивают две арморки И чуть-чуть от первой Челы достаточно близко И если раньше у вас было время Закинуть две плашки армора И файтиться с ними То у вас было бы всего Сто армора Сейчас у вас будет Сто Типа Сто сорок пять Условно То есть он сначала закинет Одну пластину У вас будет Покоцанная И целая А потом вторая У вас будет две целых И одна покоцанная И только третья Восстановит как бы Покоцанную Это типа Это такая имба Вот это Это действительно Жесткая штука Которая что-то решает Вот это 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 кайф Так Игроки теперь могут выйти Из асцендера С помощью кнопки прыжка Асцендер это что? Ничего не избедилось Что такое асцендер? Может это зипка Имеется ввиду? Слушайте Ну я просто не знаю Больше что еще Это может быть Противогазы больше не будут Автоматически экипироваться При прицеливании В то время как Противогаз по-прежнему Будет истощать АДС Анимация больше не будет Прерываться И будет ждать Пока игрок вернется К стрельбе от бедра Прежде чем экипировать Типа ты будешь кашлять? Игроки будут получать урон Как обычно пока Ак это имба Профлики Это имба Вы знаете сколько вы сейчас можете В зоне сидеть? Вы представляете сколько вы можете Сидеть в зоне? Короче смотрите Что вы делаете Ну ладно Вы не Не совсем долго Вы сможете дольше сидеть Вы короче Зона на вас накатывает Вы встаете в АДС И ждете Пока у вас останется Мало хп После этого Выходите из АДС Надеваете маску Отхиливаетесь И ротейтитесь Типа вы видели это В кастом Как это делают Теперь это будут Дополнительные секунды Сколько там секунд От газа Вы получаете урон? Там ну Секунд Секунд 5-7 наверное То есть это дополнительное время Это прям Это очень много Ну вот Типа стик пишет 5 секунд Типа ты 5 секунд Почти сидишь В зоне После этого Надеваешь противогаз Он же не активен В этот момент Хотя стой Противогаз будет Стой Не В то время как Противогаз по прежнему Будет истощать Не Слушайте А противогазы же Они в зоне Сами по себе ломаются Ладно Все Миша Все хуйня Давай по новой Ладно Все забыли Канистры с бензином Больше не детонируют При попадании Светошумовой гранаты Наконец-то Теперь можно Бросать через Стеклянные окна Кто видел эти клипы Как челы умирали Пытаясь кинуть Такая огромная Просто Железная бубыла Железная бубыла Он кидает его в окошко Она отскакивает Обратно И он взрывается Игроки с меньшей вероятностью Случайно подберут их Отлично Это приоритет задали Зона урона При убийстве уменьшена С добавлением урона От падения Ааа Чего Типа Теперь если ты попадешь В кого-то этой бубыл Да ему урон нанесется Окей Шаги зрителей Менее слышны Рекрен Тебя услышали Наконец-то Шаги зрителей Шаги чуваков Которые сверху бегают Теперь Будут менее слышны Увеличена высота мантии Для получения Так Мантия Это что еще Ментлинг И треверсал Так Это для того Что это Это паркур что ли Улучшение Облегчающие Различные улучшения Карты Облегчающие Оооо Вот это Вот это круто Это те самые вещи Помните в Верданске Была куча мест Которые На которые Ну сложно было обойти Нужно было обходить Там очень большие Такие Кино было давать Вот они постепенно Добавили там Таких вот Тропок Кучу по всей карте Это круто Улучшение Визуальных Эффектов И потоковая Передача Чекстур При перемещении На консолях Лучше бы Фов добавили Парашюты Теперь скорость Движения Вперед Такая же Как и вбок А Это типа Чтобы не обузили Полет боком Теперь можно Тянуть на более Низкой вертикальной Высоте Ну это Короче Теперь можно Открывается Парашют Теперь значительно Ниже То есть Вам теперь нужно Теперь можно Ближе к земле Открывать парашют Быстрее После выхода Из плоскости Заполнения Можно Разрезать Когда находится Ближе А вот Вот это тоже Крутая штука Я вчера сдох Из-за этого Из-за того что Ну короче говоря Вы знаете эту тему Что если ты близко К земле Раскрываешься Ты не можешь Потом отцепить Парашюты Как этот Как пиньята Просто вниз падаешь Так Регулировки автомобиля Уменьшено Или в некоторых случаях Удалено Столкновение С различными Мировыми объектами Для улучшения Проходимости Наземной техники Ну теперь эти утюги Будут летать Окей Истребитель Здоровье было уменьшено Урон от оружия Был уменьшен Истребители Больше не могут Автоматически Нацелиться На игроков Прыгающих С парашютом Они разве Это не убирали Столкновение Было скорректировано Чтобы облегчить Мгновенную смерть Осуждое Столкновение Было скорректировано Чтобы облегчить Мгновенную смерть Некоторых обстоятельств Так Зенитная пушка Диапазон урона От зенитной артиллерии Уменьшен Увеличен Все тепло Очищается После того Как перегрев Остынет Увеличена скорость Рассеивания тепла Кто из вас Использовал Зенитную пушку Отрядный транспорт Улучшена Управляемость Скорость В внедорожной Характеристики Улучшена Скорость Управляемость И способность Подниматься По более крутым Склонам Ладно Хорошо Пользовательский Интерфейс Обновление Фладки Играть Позволь Игровому Режиму Использует Рассказывающийся Список Размера Отряда Для большего удобства Хорошо Подсказка Для сброса Одной пластины Бронить Перегорит Дроп Сингл Место Дроп Экран Паузы Отображает Все текущие События Хорошо Движущийся Трамвай В столице Теперь отображается Антартическая Карта Для ситуационной Сведомленности Я кстати Видел По-моему Он сбить же Может Элемент Управления Показан Из духа Теперь добавлен Худ От всех Транспортных Средств Окей Добавлены Привязки Клавиш Пич Ап И Пич Доун Для Самолета Окей Исправление Ошибок Охренеть Патч Очень большой Патч Очень большой Патч Проблемы Со столкновением Различных Объектов Окей Проблемы С потоковой Передачей Окей Сбои На разных Платформах Окей Приводившие Так Проблема Голосового Чата Повреждение Графики Окей Операторы Невидимки Исправленные Оружие Во время грабежа Заменял неправильное Оружие В инвентаре Окей Не происходило События Выдачи Снаряжения Во время шестого круга О Это Это штука Типа События Выдачи Снаряжения А это Ивент Какой-то Не работал Второе Событие Выпадения Снаряжения Теперь перенесено На пятый Короче Второй Второй ладаут Теперь выпадает В пятом кругу Ребят Исправленная ошибка Из-за которой Игроки могли Вернуться в гулаг С полной экипировкой Это знаете Как те люди Что бы ты сделал Если бы сейчас Вернулся В первый сезон Варзон Со всеми Теми знаниями Что знаешь Сейчас Вот что-то Типа того Ошибка Из-за которой Стол штурмовой В винтовке Чарли Не корректировал Поведение Отдач Должным образом Окей Стэн Не демонстрировал Предполагаемое Поведение Отдачи Ручной пулемет Чарли Демонстрировал Предполагаемое Короче Тут какие-то Приколы С отдачей ДП-27 Велган Не отображались Отлично Я надеюсь Они Велган Пофиксили Чтобы он Типа Вот таким Не казался Так Не появились Проблемы С 12-сорядными Магазинами РАД За которые Они неправильно Рассчитывали Изменение урона А что касается Типа Магазина Типа Что касается Стрельбы РАД Которая Зависит от того Как быстро Вы нажимаете На стрельбу Так Окей Здесь Пистолеты Исправленные Стволы Исправленные Ориентация Щита Ага Так Неправильное Количество Вложений Для некоторых Окей Поиск мыши Из правильной Шибки За которой Инвертированный Поиск мыши Для клавиатуры Мыши На консоли Не работал Целевая Часто Кадров Динамического Разрешения Отображал Соответствующее Значение Окей Известные Проблемы Тоска Трелло Окей Новое оружие КГ М40 Охренеть Патч Огромный Штурмовая Винтовка Рабочая Лошадка Естественно Устойчивый И точный Короче Это Аэрка У нас Вот И Уитли Ручной Пулемет Но он Здесь хотя бы Выглядит Нормально Потому что Я видел Типа Тяжелый Дальнобойный Пулемет Громоздкий Но надежный Окей Новое задание По разблокировке ВГ Карабин Купера Используя штурмовые Винтовки Сделайте 5 Или более точных Выстрелов в голову В 15 матчах Чтобы открыть Горенко 10 убийств С одного выстрела Охренеть 10 убийств С одного выстрела В 15 матчах Кто это вообще Делать будет Так Опа Опа Так 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 Давайте А я все думал Клаузер Vanguard Bullet Velocity Увеличен На Клаузере Machine Pistol Mid Damage Увеличен Top Brick Это пистолеты Так DP 27 Нижний торс Мультиплеер Уменьшен Они так неудобно Я сейчас это делаю Типа Он уменьшен до 1 Раньше был 1.1 Light Machine Gun Charlie Upper Arm Мультиплеер Уменьшен 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 Короче Light Machine Gun Charlie Ухудшили Recoil Behaviors Adjected Ну это скорректирован Видимо Короче M1 Garant Немного скорректировали Но это бесполезно Типа Это пушка Которая выплевывает Патроны Мгновенно У вас просто Не будет Такого количества Патронов Так ADS Speed Увеличен А зачем Адс Moomin Speed Увеличен Gun Bob Gun Bob Не знаю Что такое Gun Bob Moomin Speed Увеличен Ну короче говоря Они трехлинейку Улучшили Адс Speed Улучшили На Горенко На кар 98 Адс Speed Уменьшили Эй Зачем Ну Падлы Type 99 Адс Speed Увеличен Ну короче говоря Они все снайперки Улучшили Кроме Коряка Который был Типа Сильным Они его Ухудшили ППшки Максимум Дэмэдж Уменьшен Type 100 Gun Kick Скорректирован Valgan Максимум Дэмэдж Уменьшен Мид Дэмэдж Рэндж Уменьшен Короче говоря Valgan Еще подфиксили Так 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 Базовый Урон От горения Уменьшен До 6 С 9 Вот это Жестко Они на 30% Зафиксили Горящие Патроны No longer Decrease Дэмэдж Рэндж Типа Теперь не уменьшает Дэмэдж Рэндж По-моему Теперь Уменьшает Дэмэдж На 10% И на 3% Ну короче говоря Они убили Зажигательные патроны Здорово Лехтхинет Это короче Удлиненный Bullet Velocity Увеличен Увеличен На 10% Down From 30 Скорость пули Увеличена На 10% И не на 30 Так это Жесть Типа Ё-моё Это очень сильно Это очень сильно Ударит По Аэрке По Аэркам И по Снайперкам Это Жесть Ну типа Это очень плохо Это очень плохо Это очень плохо Декрэйз 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 Они очень сильно Занерфили все Они очень сильно Все занерфили Уменьшение 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 Bullet Velocity Увеличили на Assault Trifle Браво Vanguard Декрэйз Декрэйз Они все Занерфили Охренеть Ну типа Эти циферки Они Их не имеет смысла Разбирать Мы просто Общую динамику Смотрим То есть Уменьшено Bullet Velocity Увеличено На ZP На G43 Горенко Увеличено Bullet Velocity Короче говоря Они Занерфили Патроны Которые Дают скорость Полета пули Но Дополнительно Bullet Velocity Увеличили На некоторых Пушках Смотрите Bullet Velocity Теперь Дает Bullet Velocity На 50% Ууу Это Это очень Жестко Это очень Жестко Так Магазины Ууу Ууу Нет Я Я могу сказать Что Патч Крутой Это действительно Вот это Действительно крутой патч Вот это, это огромный, огромнейший патч С изменениями Которые все ждали Это действительно то, чего ждали многие люди И, ну, это круто Так Новый оператор Thomas Bolt Ну и все, собственно При этом патч всего 14 гигов, здорово Ну что, ребят, вот такой вот патчик у нас получился Пойдемте смотреть боевой пропуск